Относительно даже помыслов греховных Я всегда своим сестрам говорю, не нужно бороться с помыслами Их нужно презирать, от них нужно отворачиваться Потому что пока вы с ними боретесь, вы находитесь с ними в отношениях И да, у вас сейчас к ним отрицательные отношения Но в какой-то момент в этих отношениях может перейти в положительные отношения И поэтому мы не боремся с помыслами, мы их презираем Иначе мы не убегаем от помыслов Потому что если ты находишься в состоянии убегания от помысла Ты остаешься в риске того, что когда-то он тебя догонит Ну может догнать и произойдет падение По поводу Иисусовой молитвы Я сразу вот, я рассказывал недавно У меня есть на Афоне друг, который пришел на Афон И попал в общину греческого старца Небольшая община, три человека всего было Этому старцу было 96 лет И он этот монах, который попал в эту общину Он говорит, я первое время не мог понять Где у нас работает дизельный генератор Потому что день и ночь Что-то вот происходило На третий день я только понял, что это старец 96-летний Своим старческим боском День и ночь говорит Иисусу молитву Кирисусе Христе Лесену Кирисусе Христе Лесену Я понял И он говорит, я подошел к нему и говорю Отче, как вы так научились? Он говорит, сынок, ну понимаешь, я просто здесь 70 лет живу Ну за 70 лет, это была главная моя тема Ну за 70 лет, наверное, уже Просто я даже, говорит, ее не понуждаю Я ее не провоцирую, не планирую Она просто естественно во мне живет И вот он ему сказал такую важную вещь Он говорит, знаешь, как физиологически тело дышит воздухом Кислород нужен Если остановить кислород, человек переживает удушье, смерть и кризис Страшное состояние Он говорит, когда начинает оживать душа Вот она у нас почти у всех Физиологически мы живем, а душа наша Как эти гробы накрашенные Ходим, моргаем, в пространстве передвигаемся, пищу потребляем А вот на уровне души мы покойники пока И он говорит, знаешь, сумак, вот когда В процессе духовной жизни начинает оживать душа Вот она раздышалась, раздышалась, реанимировалась И если, говорит, ей сейчас перекрыть вот этот духовный кислород Которым является молитва Я, говорит, я бы сейчас даже не могу остановить свою молитву Потому что я начну переживать состояние умирания Вот на уровне души Поэтому это, говорит, моя жизнь С личной встречи с Богом А дальнейшее воцерковление и осознание своей немощи Повергает в уныние, домыслие и богооставленности И Иисусова молитва возникает в жизни только от больших скорбей Как преодолеть духовную лень Знаете, я думаю, что вера начинается еще до вашего личного опыта Ну, по крайней мере, может быть, у меня так было И многие из вас согласятся Наша вера сначала возникает от доверия к чужому опыту К опыту святых У нас еще такого опыта нет и не может быть сразу Это к этому опыту переживание Бога Это целый процесс Нужно подойти, нужно выстрадать Вытрудиться, понодиться Я думаю, мало кто не согласится со мной Мы сначала имеем сочувствие, например, к опыту батюшки Серафима Саровского Ксении Блаженной Вот чужой опыт нас согревает на деланье Нам тоже хочется это пережить Но мы еще этого не переживаем Есть еще одно условие, которое как бы такое предвера такая Когда мы в жизни начинаем видеть повсюду следы Божии Вот он оставил следы самого, мы не видим Но вокруг, куда мы не посмотрим Все говорит об архитекторе О мудрости, которая вот все создала Я однажды с одним атеистом беседовал Он говорит Я, знаете, я не верю, что Бог создал все Это природа создала все Я ему тогда говорю А скажите, природа это что или кто? Если природа это что? Что ничего не может создать? Создает только кто? Ум нужен Мудрость нужна Это предпосылка к вере Другая предпосылка к вере Опыт святых А потом уже начинается наш личный опыт Но я вам сразу хочу сказать Вот в этой записке как бы такая печаль проходит Чтобы вы не унывали Я вам сразу хочу вот заранить такую мысль Молитва Она не дается вот просто даром Это целый процесс Очень точное слово употребляет Господь Царствие Божие нудится Вот это очень точное слово Долгий такой, иногда нудный Иногда просто до изнеможения Неприятный процесс, который нужно преодолеть Но с другой стороны Вот если Вот мне когда-то молодому человеку сказали У тебя онкология легкого Знаете, как это мобилизует? Готов питаться по часам Лекарства не пропускать Процедуры Ты будешь точен Ты себя понудишь Ты Но по большому счету Каждый из нас болеет смертью В каждом из нас она сейчас Вот в эту секунду она протекает И когда-то она нас убьет Это тоже должно нас мобилизовать Ведь это серьезно У многих из нас Мама, папа умерли У кого-то умерли те, кто младше нас Мы должны понимать, что этот процесс идет Мы можем не думать об этом Но он все равно идет В нашей крови течет смерть Мы все равно умираем Так вот Кто надеется Вот подойти к теме Иисусовой молитвы Вообще к теме молитвы Вот так наскоком Или легкомысленно Как к увлечению Как к хобби какому-то Я должен вас сразу Вам сказать Вы разочаруетесь У вас не получится Однажды одна женщина мне говорит Батюшка, я уже полгода занимаюсь Иисусовой молитвой Что-то у меня ничего не происходит Я говорю Слава Богу, что у вас ничего не происходит Потому что Оно так не бывает Это делание Не на год Не на 10 лет Не на 30 лет Это делание на всю жизнь Дай Бог, чтобы вот когда вы будете лежать Умирать на коечке И понимать, что вы умираете Дай Бог, чтобы с вашим последним вздохом И молитва произошла Это на всю жизнь И только тогда будет результат Тот, кто ставит себе Какие-то временные рамки Он обязательно будет разочарован Это так не происходит А еще знаете Когда Человек Вот ставит Бога В зависимости от своих временных рамок Вот ты мне должен дать Я тружусь Вот ты мне должен дать Через полгода Вы можете поссориться с Богом Или точнее Обидеться на Бога Но это совсем плохо Это нехорошо Это теряет ваши отношения Вы должны Вот в отношениях с Богом Быть совершенно бескорыстны И тогда Он вам подарит подарок Когда вы не ожидаете Вот то, что ожидается Обычно бывает Постромлено К разочарования приходит А когда ты вот смирился И готов ждать Господи Ну вот сколько скажешь Что я буду Я буду это делать Буду делать Когда не хочется Буду делать Когда нет вдохновения Когда мне кажется Что нет результата Некоторые приходят И говорят Я сегодня потерял Время правила Потому что у меня Потому что у меня Все правила Не было внимания Я говорю Ты не потерял Время правила Ты в это время Занимался Наукой терпения Я В любом искусстве Согласитесь Согласитесь Даже в светских Науках Искусстве Если нет терпения Не будет результата Иисусова молитва Святые отцы называют Наука из наук Искусство из искусств Здесь должен быть Фундамент Терпения Если нет терпения Ты когда-нибудь бросишь Ты можешь На вдохновение Ей позаниматься Пройдет время вдохновения Придут какие-то Скорби временные Разочарования И ты ее бросишь А тот Кто положил Фундаментом терпения Тот может ее Всегда и везде делать Но это нужно Выстрадать Это вот Как раз Та тема Когда Господь говорит Хочешь быть моим учеником Бери крест Нет другого пути Царствие Божие Хочешь наследовать Бери крест Следуй за мной Что такое Царствие Божие Это то что вот Внутри Некоторые думают Вот в Евангелии Есть такой момент Когда Господь говорит Истинно Истинно говорю вам Некоторые Из здесь стоящих Увидят Царствие Божие Нежели умрут И некоторые Начинают Не думать Как Христос Ты еще не пришел Какое Царствие Божие Он говорил О внутреннем состоянии Когда человек В сердце Встречает Бога И там происходит Царствие Царствие Божие Господи Насколько правильно Когда Иисус В молитву Замещает Другие Отче наш Богородица Дева Радуся Знаете Когда мы Начинаем Привыкать К Иисусу И понуждаться Тогда мы Максимально Можем Мы даже Все оставить И Только ее 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 И у вас Вот Возникнет Такая Внутренняя Внимательность Когда Другие Даже Молитвы Которые Вы раньше Читали Отчасти Рассеяны Отчасти Неглубоко Вдруг Вы увидите Что даже Например Каноны У вас Читаются По другому Потому что Ваш ум Изменился Он стал Очень Сосредоточенным Тонким Глубоким Чутким Я часто Привожу Такой пример Помните Наверное Вообще Неосиф Исихаста Был Такой Старец Харлампий Есть Книжка Делатель Иисус Молитвы И однажды Вот всегда Встречается Какая-то Категория Даже Духовных Людей Которых Раздражает Иисус Молитву Делатель Иисус Молитвы И вот Когда Старец Харлампий Уже Со своей Общиной Жил Недалеко От Кореи В столице Афона Одного Монаха Из соседей Очень сильно Они раздражали И однажды Он даже Не выдержал И высказал Вот вы Исихасты Забросили Все Богослужебные Тексты И только читаете Иисусу Молитву А святые Отцы Ведь эти Тексты Писали Духом Святым И тогда Старец Харлампий Очень так Вежливо С любовью Ему Ответил Он говорит Брат Ты неправильно Говоришь Мы не оставили Эти тексты Мы их тоже Читаем Но если бы Ты Вот ощутил Как Ум Который Выстроился Во внимании В чуткости Через Иисус Молитву Как он Начинает Жить Даже Вот эти Тексты Ты БЫ Так Не сердился На нас Как преодолевать Усталость От работы От домашней Работы От общения Я Всегда Говорю Ну это Наверное Я Теоретически Говорю А это Нужно Практически Выстрадать Вот В себе Вымочить Я Всегда Рекомендую Вот есть Такое Понятие Духовная Война Оно Сразу Нас Интуитивно Делает Нас Спазм Мы Пошли На войну И мы Стали Жесткими А если Мы стали Жесткими Мы стали Ломкими Стали Хрупкими Вот когда Ты идешь На духовную Войну Ты должен Не так Сделать Ты должен Наоборот Расслабиться Потому что Когда ты Занимаешься Духовной Жизнью Понуждением Себя А духовная Жизнь Это всегда Понуждение До самого Конца Иосиф Эхихаст Умирал И Понуждал Себя Его друг Старец Арсений Говорит Отче Да ты Ну всю жизнь Ты просто Убил Своё здоровье Ведь он Умер Ещё Относительно Не старым Человек Ты же В аскезе Убил Просто Своё здоровье И Умирающий Старец Иосиф Ему Говорит Знаешь А я Всё-таки Не уверен Да я Много Потрудился Но Угодно Ли Богу Были Мои Труды Я не могу Точно Сказать Вдруг Они были Растворены Гордостью Чеславием Ещё чем Который Вы себе Психологически Что впереди Ещё Правила Которые Тебе Представит Выполнить Можно Себя Накрутить И до Правила Уже Сломаться А можно Наоборот Себя Как бы Психологически Расслабить И подойти К правилу Ну Всё Возможно Прошлый раз Я исполнил И сейчас Исполню Только я Начну Это делать Очень Очень Мягко Как будто Это моё Любимое Дело И поверьте мне Действительно У нас Оказывается Очень Много Резервов Вот Иногда У меня У самого Бывает Искушение Может Но я Сегодня Просто Я сегодня Просто Умираю Я не смогу Сделать Правила И всё Таки Понудишься И оказывается После Десяти Пятнадцати Поклонов Как-то Легче 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 Вроде бы Стало И сто Сделал Потом Думаешь Ну ещё Десяток Может за кого-то Сделаю За папу За маму Которые Умерли Кто-то Просил Помолиться У нас Оказывается Очень много Резервов Вот научитесь Вот Почувствуйте Вот эту Нотку Как стать Мягким Вот это Настоящее Смирение С миром Принимать Ситуацию Не зажиматься Не воевать Пишут Что такое Смирение Ну вот Вот это И есть Смирение Да Давай Хочу Ещё Глубые вопросы Молодого человека Как всё-таки Определись Когда молиться Хватит Вот я Немножко Прокомментирую За полминутки Управлюсь Воза Прошлым Великим Бостом Или ещё Даже Дальше Я пришёл В гости В лавру Он Меня Повёл Крапезную И сказал Значит Вот этому Ну вот Дайте 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 Два Ужина Я взял Поел И я понял Что я Стощил Своё тело А я Будет Как этому Радовался Вот он Сказал Иди домой И поешь Ещё Ещё Хорошо А вот Как определить Когда молиться Всё-таки Хватит Понятно Что это Очень сложно Устно Сказать Вот Ещё Бы порцию Он вам Ещё Благословил И Вы Вас Вырвало Да И Вы Поняли Что Хватит Вот И в Молитве Так Когда Вас Уже Отрагивается Ну Это Конечно Шутка Нет Конечно В идеале Знаете Но В течение Дня Устной Молитвой Можно Молиться Вообще Ну Круглые Сутки Устной Молитвой Когда Мы Делаем Сугубую Молитву Внимательную Когда Мы Стараемся Ее Делать Вот Там Где Сердце Конечно Это Нужно Советоваться С Духовником Пусть Он Определит Вашу Меру Но Опять же Эта Мера Не Должна Быть Маленькой Там Некотор Говорит Дайте Мне Пять Десять Минут Ну То И Результат Так У тебя Будет Потерял Мысль Сейчас Отвечу На Вопрос Я Живу В Семь И Очень Хочу Душой Монастырь У меня Хороший Муж Сын Мама Но Душа Плачет И Хочется Молиться За свой Род У меня Много Пьют Родственники Как Быть Чем Помочь У Меня Шесть Детей Два Внука Я Секретарь Епархии Был Настоятель Кафедрального Собора Тюремный Священник Детский Дом Снимаю Кино Рисую Иконы Пишу Книги Но Если Я Хочу Я Буду Молиться Ну Вот Ну Нужно Очень Сильно Захотеть Мне Однажды Один Священник Сказал Тебе Хорошо Ты На Афон Ездишь Конечно Там Вдохновляешься Я говорю А кто Тебе Не Дает Ну Понимаешь У нас же Мы Заняты Я говорю Ну Я Наверное Самый Большой Бездельник Епархия Тебе Я 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 И поэтому, вот когда Бог видит, что ты действительно искренне очень сильно хочешь, мирские люди тоже очень много могут. Поверьте мне, вот если очень сильно захочешь, и мирской жизнью можно жить очень-очень духовно. Ну вот вам пример, те сестры, которые я привел, вам пример, как мы начинали. Мы вставали ночью на молитву на Иисусу, никто из них не истощился, не умер от перенапряжения. Наоборот, они мне даже сказали, батюшка, вот мы потом в три часа ложимся и до утра еще спим, и мы по утрам другими встаем. Я когда-то одновременно построил кафедральный собор и монастырь. Это вот произошло одновременно. И я где-то, ну, и расписывал я этот собор с сестрами, с нашими, я просто с прихожанами. Бегу там, куда-то еду, приезжаю, на леса залазю, из собора в монастырь, там тоже стройка. Мы осветили собор и монастырь с разницей в 10 дней. И я где-то, ну, загнался. Где-то за неделю, за 10 дней до освящения собора у меня пропал сон. Я вот лежу ночью в потолок смотрю, потом думаю, я же все равно не усну. Сажусь на автомобиль. Приезжаю, мне сторож церковный открывает пустой собор. Я сажусь в полумраке в центре собора на стульчик и сижу до утра. Сторож, наверное, думал, это я уже не выздоровлю. Потом даже поехал в Москву, там мне порекомендовали православного невролога. Она мне дала какие-то таблетки, я приехал, эти таблетки выпил. Мне все стали спрашивать, отец Сергий, ты заболел? Потому что от этих таблеток я какой-то как пьяный был. А потом я подошел к ладыке и сказал, ладыка, благословите меня каждую ночь литургию служить. Он говорит, ты сумасшедший, ты же болеешь, какая тебе литургия. Я говорю, ну вот в виде пробы, исключения, разрешите? Ну давай. Ко мне вернулся сон. Я полон оптимизма. Я радуюсь жизни. К ладыке недавно письмо пришло от какого-то Орского прихожанина и говорит, ладыка, обратите внимание на наш Орский и Иверский монастырь, там что-то очень не так. Они же там все улыбаются. Спасибо. 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 Спасибо.